Здравствуйте! В эфире службы новостей «Город» в студии Денис Тугалуков. Смотрите в ближайшие минуты. Раз ступенька, два ступенька. В школу города. В этот среду прозвенели последние звонки. Все подробности материали Марии Постниковой. Германия, Нидерланды, Норвегия, страны Припалтики. Представители более 170 городов бывшего Гонзейского союза на прошедших выходных встретились в Каунасе. Кто представил Калининград на Гонзейском фестивале, смотрите в сюжете Полины Зайцевой. К спуску на воду готов. Заканчивается строительство третьего фрегада для БМС Индии. Борьба за городские скверы продолжается. Напомним, в эти выходные в Калининграде вновь вырубали деревья. Местные жители на эту среду запланировали пикет. Правда, место его проведения пришлось перенести. Так решили в администрации. В 13.30 в Южном парке собралось около 50 защитников всех зеленых зон города. Они требовали прекратить уничтожать природу и спасти экологию города. Все подробности смотрите в нашем первом материале выпуска. Изначально защитники зеленых зон города планировали собраться на пересечении улиц Борзовой и Красной. Но администрация городского округа запретила. Мотивируют и тем, что здесь будет сложнее обеспечить безопасность участников протестной акции. Защитникам зеленых зон разрешили собраться в Южном парке. Здесь представители инициативных групп самых разных микрорайонов города. Ялтинская, Карла Маркса, Новый вал, Северная гора. И за каждым названием стоит одна проблема. И корень этой проблемы – решение окружного совета депутатов от 2007 года. Вы обратили внимание на нашу карту? На этой карте отмечены 29 участков. По генеральному плану города, когда-то все они были зелеными зонами, а потом их отдали под строительство. Мы в свое время тоже посадили саженцы, выросли красивые деревья, это украшения города. И когда нам сейчас заявляют, что там будет все вырубаться, и строится никому не нужная вставка, тем более девятиэтажная, это все в нарушении наших конституционных прав, потому что земля между домами – это наша собственность. Сейчас участники акции требуют, чтобы депутаты окружного совета отменили свое решение 2007 года и вернули всем 29 зонам статус зеленых. Несмотря на разграничение полномочий, областные власти могут законодательно ограничить точечную застройку, пока все парки не поставят на учет. Это заявил наш губернатор. Я все время к этому призываю, но меня никто не слышит. То есть мы солидарны с ним в этом вопросе. С 2003 года в Калининграде под точечную застройку отдали уже 380 участков. Случайные прохожие, которые даже не знали, что в среду в Южном парке пройдет акция, по этому поводу высказались так. Одним словом все можно сказать. Россию просрали и просирают дальше. И очень жалко, что так происходит. Жители ближних к скверу на улице Карла Маркса домов пока настроены решительно. Сейчас они требуют проведения публичных слушаний, чтобы там открыто высказать свой протест против вырубки и строительства у них во дворе. В этот понедельник защитникам сквера на улице Карла Маркса удалось пообщаться с губернатором. Он поручил выяснить, закон или нет, здесь вырубали деревья и есть ли разрешение на строительство. Также он назвал эту ситуацию варварством и беспределом. Мария Постникова, Дмитрий Суворов, Служба новостей город. По последним данным исландских специалистов, извержение вулкана Гримсвотен прекратилось. Но воздушное пространство открыто не везде. В Европе по-прежнему летают с перебоями. По расчетам британских метеорологов, облако пепла растянется над Северной Атлантикой, затронет побережья Канады, с север Европы и Прибалтику. Из-за вулканического пепла утром в среду закрылись аэропорты на севере Германии. До Калининграда это пока не дошло, но может. До нас всего одна тысяча километров. И ветер дует в нашем направлении. Я не думаю, что наша авиация будет опасна. Потому что все-таки уже не та концентрация будет. Он же рассеивается идет на все больше и больше площади. Вот некоторые летают и проходят через облако. Вот вчера показали компанию одну. Исследовали они турбины, исследовали двигатели самолетов. Сказали, что ничего, никаких замечаний не имеется. В прошлом году в Исландии тоже извергался вулкан. Но тогда последствия были более серьезными. Сейчас аэропорт Храброво работает в штатном режиме. Все самолеты летают по расписанию. А облако из-за тяжелых частиц дальше Исландии пока не распространяется. Его пыль, по словам специалистов, мы даже не заметим. Французские компании займутся калининградским ЖКХ. В среду глава города Александр Ярошук встретился с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге Элизабет Барсак. Они обсудили самые важные вопросы взаимоотношений двух стран. Также патент почетного консула Франции в Калининграде вручили Стефану Фраппа. Все подробности в нашем следующем материале. Теперь почетный консул Франции есть и в Калининграде. В нашей экономически важной зоне такое сотрудничество необходимо. Консульство в нынешнем положении Франции открыть пока невозможно, но приоритеты расставлены четко. Поддержать французов, которые находятся на территории области. И второе направление – это развивать отношения между Калининградской областью, городом Калининградом и Францией. В том числе, в первую очередь, экономически, но также и культурно. В ходе конференции решали проблему передачи в аренду наших муниципальных предприятий. На сегодняшний день это главное направление сотрудничества. Уже готовят документы и ищут опытных партнеров. Французские компании в ЖКХ разбираются лучше всех. Тарифы для населения снизятся за счет использования современных технологий. Также на встрече обсудили и другие вопросы. А вообще, конечно, традиционно мы договорились составить программу обмена культурными. Сделаем мероприятия, обмен студентов, обмен наших школьников, студентов по спортивным направлениям. Потому что мы должны лучше друг друга узнавать. Говорили также об установке памятника русским и французским воинам времен Великой Отечественной. В конце встречи Элизабет Барсак пожелала Калининграду успехов в экономических и культурных проектах. Полина Зайцева, Дарья Волошина, Служба новостей, город. Третий к спуску готов. В среду судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду очередной фрегат для ВМС Индии. Корабль готов на 85%, но на нем уже установлена часть оборудования и вооружение. Достройка фрегата будет производиться в доке. Как проходил спуск судна и почему его хотели отменить, смотрите в сюжете Ольги Романовой. У Олега сегодня ответственное задание – сохранить бутылку шампанского до торжественного разбития. А во время строения фрегата он занимался одной из самых сложных работ. Со своей бригадой устанавливал военное оборудование. Шампанское – это российское, вся, конечно, не индийское. Строим у нас, а в Индии они уже будут свои кокосы разбивать. Откладывать разбивание кокоса оно с корабля не стали. Эту миссию выполнила крестная мать фрегата, жена супруга посла Республики Индии Ирина Малхотра. В этот же момент крестная мать с российской стороны разбила бутылку шампанского о борт корабля. Но накануне пришлось потренироваться. Здесь тренировались только с пластмассовой бутылкой. На всякий случай была заготовлена вторая бутылка, но сегодня она не понадобилась. После традиционных мероприятий медленно, но верно военный фрегат направился в сторону ДОКа. Военда! Ура! На строительство фрегата ушло три года. Сначала была длительная работа инженеров-проектировщиков, и только потом приступили к производственной работе. Порезки металлов, сборки секций и установки оружия. Мы выполняем самые сложные подрузочные работы. Секретное оборудование, главные машины, дизеля. Мы как саперы. Не знаем, что произойдет с нами сегодня. Не знало руководство завода, произойдет ли спуск на воду третьего фрегата. Могла помешать погода. Утром стоял такой вопрос. Но мы понимаем, что заказчик есть, он прибыл на уровне посла. И не только ветер влиял еще, и уровень воды. Уровень воды соответствовал по всем. Ну, мы приняли решение. Комиссия, я как председатель комиссии, приняли решение не отменять движение. Стоимость контракта составила более полутора тысяч миллиардов долларов. В прошлом году на воду были спущены первые два корабля для ВМС Индии. Но до военных походов фрегатам еще далеко. В конце июня начнутся ходовые испытания. И только после этого на борт поднимется экипаж Индии. Ольга Романова, Виктор Буздин, Служба новостей город. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. В Каунасе прошли гонзийские дни. Кто представил Калининград на международном фестивале? В сентябре день города в последний раз. Местные власти меняют дату праздника. Начало взрослой жизни. Как калининградские выпускники отметили последний звонок. В эфире Служба новостей город. Мы продолжаем. 85 городов из 13 стран, в том числе 13 городов из России. На прошедших выходных представители городов Гонзийского союза нового времени встретились в Литовском Каунасе на ежегодном фестивале. Как показал себя на нем наш город, смотрите в сюжете Полины Зайцевой. На выходных калининградская делегация вернулась из Каунаса, где принимала участие в 31 гонзийских днях нового времени. Делегации на протяжении четырех дней презентовали свой город, каждый по-разному. История народов, традиционные угощения, ремесла, современные занятия. Калининград решил показать один из лучших танцевальных коллективов области и премьерный показ от молодого дизайнера. Шок в группе Мехта из Калининграда, Руссия. Хореографическому ансамблю «Мечта» уже 31 год. Несколько раз в год они выезжают в разные страны на фестивали и конкурсы и представляют Калининградскую область. Мы выезжаем по разным странам, мы каждый год ездим, нас приглашают на конкурсы. Мы вот заняли недавно гранд-при взяли со своим ансамблем, с танцами на областном конкурсе. То есть мы самый лучший коллектив. Каунас привезли большую программу, две группы участниц и килограммы костюмов. Правда, выступление пришлось сократить. Сцена невероятно маленькая, она не рассчитана на наш коллектив, несмотря на то, что мы приехали очень маленьким составом. Пришлось нам уменьшить свою программу по количеству номеров, по количеству участников. Детям, конечно, обидно, дети приехали, хотят выступать, но исходя из того, что сейчас видели организаторы, нам предоставили вторую сцену, достаточно большую по размерам. А вот другим представителям от Калининградской области даже сцену не предоставили. Новую коллекцию молодого дизайнера моделям пришлось показывать, идя по непривычному подиуму. Высокие каблуки, длинные струящиеся платья и старинная брусчатка. Им ничего не помешало. Другой уровень – это Европа, это европейские люди, потому что для них у них все равно другие путь, другие взгляды. Это уже заявка на какой-то, не знаю, Лондон, Fashion Week, Милан и что-то такое. Потому что важно мнение, как посмотрят, не просто какой-то дом творчества. Это уже серьезная коллекция очень. Судя по реакции, коллекцию калининградского дизайнера участники фестиваля приняли очень хорошо. Вот только узкие улицы и большое скопление людей создавало напряженную атмосферу. И иногда зрители выходили прямо на подиум. Но калининградские девушки не растерялись и справились с поставленной задачей. Коллекция, в принципе, состоит вся из боди, основа идет, а уже сверху на боди либо юбки, либо платья. Так как для меня девушка должна быть девушкой. То есть носить платье либо юбки. Для нашего города участие в этом международном фестивале имеет большое значение. Около 170 городов из 13 стран в средние века были объединены в Гонзейский союз. Связывали их торговые и политические отношения. Каждый год в городе Гонзейского союза проводится подобный фестиваль. Туда приезжают делегации из большинства городов. В этом году приняли участие 85 делегаций, в том числе 13 российских. Фестиваль имеет древние корни исторические. Вы видели, что здесь люди из разных стран, разных национальностей общаются на одном языке и готовы также дальше общаться. Это интеграция России в Европу, то, о чем говорит наш премьер-министр, президент. Мы к этому идем уверенным шагом. Я надеюсь, что такой фестиваль может послужить в том числе вопросу отмены виз в Евросоюз. Калининградская делегация в этот раз подала заявку на то, чтобы Гонзейские дни проходили в нашем городе. Правда, мы в очереди только на 2034 год. Но окончательное решение, пройдет фестиваль в Калининграде или нет, будет принято и объявлено только через год на Гонзейских днях, которые состоятся в немецком Люнинбурге. Полина Зайцева, Денис Череуха, служба новостей «Город». День города в сентябре в этом году будем отмечать последний раз. Городские власти выбирают, когда лучше отмечать день рождения Калининграда. Об этом не только. Смотрите в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Калининградцы смогут обратиться в скорую помощь и по социальным проблемам. Мобильные бригады по оказанию неотложных услуг такого рода появятся в ближайшее время. Уже есть договоренность о покупке двух спецмашин. По словам министра социальной политики Олега Грознецкого, помощь в решении личных проблем станет регулярной. К концу 2011 года в области выберут три площадки для новых технополисов. Откроют их там, где мало рабочих мест. Один наноцентр уже строят в Гусеве. Начало выпуска продукции запланировали на первый квартал 2012 года. На развитие всех предприятий технополиса потратят более 12 миллиардов рублей. Это значительно поднимет экономику области. День города в сентябре отметим последний раз. Сейчас чиновники обсуждают, на какую дату перенести праздник. Точное число образования города назвать нельзя, поэтому выберут любое удобное для всех время. Единственное ограничение – время поста Петра и Павла. По словам главы города, веселиться и гулять в такие дни – большой грех. В Египте иностранных туристок ждет строгий дресс-код. Местные обычаи запрещают шорты, брюки, короткие юбки и открытые руки. Курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады до сих пор восстанавливают после политических потрясений. Специалисты считают, что ограничение в одежде только отпугнет туристов. Но местные сообщества принимают решение адрес-ходе в соответствии со своей религией. По прогнозам синоптиков, лето калининградцев ждет непостоянное. В июне будет теплая устойчивая погода до 28 градусов, а июль ожидается жарким и засушливым, как и в центральных регионах страны. Дождей в середине лета будет мало. Все осадки выпадут в августе. Метеорологи обещают ливни, грозы и ветра. Курсы валют на 26 мая. Доллар США 28,47 рубля, евро 39,95 рубля, литовский рит 11,56 рубля, польский злотый 10,09 рубля. Они готовились к этому дню с первого класса, но главное испытание еще впереди. В среду во всех школах области прозвенел последний звонок. О том, как вступали во взрослую жизнь вчерашние школьники и о чем вспоминали классные руководители, смотрите в нашем следующем сюжете. Чувствую, что не выспался в первую очередь, а потом, ну что сейчас на улице будет немного прохладно, мы встанем, прослушаем ту же речь, которую мы уже слышали до этого в девятом классе. А когда они были в пятом, их новый классный руководитель не знала, как справиться с таким количеством не в меру характерных и очень своенравных учеников. Их было очень трудно собрать в кучку, потому что вот эти яркие индивидуальности, каждый из них, каждый из них лидер в какой-то своей сфере. А к выпускному классу эти лидеры уже подросли и осознали, что многое в жизни познается в сравнении. Но все равно в отмечении девятого класса будет грустно, потому что больше такого уже не будет. Красные ленты, бумажные голуби и шарики. В конце линейки их дружно запустят в небо, как символ того, что теперь ребята вступают во взрослую жизнь. Я очень готовилась к этому, грубо говоря, с первого класса. Всем очень хочется, наверное, закончить школу, но с другой стороны уходить не хочется. Ну, это очень волнующий день. Но чем ближе кульминация этого волнующего дня, тем желания повзрослеть почему-то все меньше. Ты завидуешь взрослым, тебе кажется, вот они все могут. Когда ты сам взрослеешь, ты понимаешь, как хорошо быть ребенком, потому что тебе все прощает. А я не хочу быть взрослым. Так родители все делают за тебя, отдыхаешь и все. А так сейчас надо самому все добиваться, делать. И родители сразу вспомнили, как дети сегодня утром собирались в школу. Со слезами на глазах. Не очень хочется прощаться со школой, вступать во взрослую жизнь. Конечно, со слезами. И с учителями расставаться тоже очень грустно. 11-й А. Все-все ручки подняли. Я хочу еще раз посмотреть дружно. 11-й Б. В считанные минуты до начала линейки 11-классники дружно вспоминают свои самые любимые предметы. Алгебра. Алгебра. История. История. Общество знаний. Русский язык, английский. А педагоги, когда линейка шла уже полным ходом, не жалели добрых слов про своих выпускников. Среди них медалисты. Среди них хорошисты, олимпиадники и просто талантливые ребята, которые поют, которые танцуют, которые пишут. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почти час на торжественные речи, напутственные перед экзаменами. И, наконец, главный волнующий момент. Последний звонок. 25 мая 2011 года он продвенел для 4200 калининградских ребят. Мария Постникова, Михаил Велькевич, Служба новостей город. И в завершении выпуска наш традиционный опрос. Мы решили узнать, как проходили последние звонки раньше и чем они запомнились калининградцам. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Только прекрасно, что я могу сказать. Что о нем можно говорить? Последний звонок, он и есть последний звонок. Было весело. Мы ездили на море встречать рассвет. В Садогожск. У нас выступал Савенко. Это еще действующий мэр был. Вот он к нам приезжал. Нас очень так всех строили, чтобы ничего, не дай боже, там что-то было. Вот. Поэтому у нас как-то вот так последний звонок прошел прямо аж очень строго. Мы всю ночь гуляли. Бухта. Ходили на сопку. У нас там в центре города есть сопка. Она называется Сопка любви. Мы ходили на нее всем классом. Три параллельных класса. Конечно же, было очень весело. Мы в Садлогорске праздновали, я помню. Рассвет встречали. Было очень красиво. Клудно было очень. Так же, как сегодня. А так, конечно, хорошие воспоминания. Они всегда о юности. Самые хорошие, самые светлые. Все было неинтересно. Перестройка, все плохо. Одежды нет. Белые какие-то ленты голубым написаны. В общем, не очень. Веселились, дурачились. Планы строили на будущее. Конечно, конечно, все было так. Помню, что гуляли, помню, что были на концерте. День был замечательный. Мы с удовольствием заканчивали школу, если можно так сказать, с радостью. Но со слезами на глазах, как, наверное, все сейчас. И мы до сих пор все дружим. Встречаемся с одноклассниками вот уже 40 лет. У меня последний звонок был в городе Липае, Латвийской ССР. Было весело, очень интересно. Когда у меня был первый звонок, я очень хотела своей учительнице подарить ландышу. Мы с девчонками поехали далеко в лес, собирали там букеты, подарили своей учительнице. В те времена, как и сейчас, гуляли до утра. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо события, звоните в редакцию службы новостей «Город» по телефону 919404. В студии был Денис Тугалуков. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин